приветствую вас дорогие друзья этим воскресным солнечным днем и кстати говоря весьма морозным минус 26 градусов а я двигаюсь в архангельскую область очередная поездка длиной 500 километров еду я чтобы в качестве зрителя поучаствовать в автомобильных гонках которые называются ледовая миля в общем я ни разу не был на этих соревнованиях поэтому ничего конкретного вам на данный момент сказать не могу вот приедем и все увидим на заправке вельске остановился в общем измерил точный точный расход топлива в итоге получилось на 100 километров 10 87 литра вот такой вот расход сейчас у автомобиля на данный момент машина пробежала 2084 километра сейчас надо найти поворот где проходят соревнования чтобы к этому месту подъехать вот буду искать так кажется я нашел место где надо поворачивать это вот здесь вот деревня костинская вот туда и отправляемся ну да все правильно сейчас вот вам я покажу вот видите транспарант и вот уже впереди сразу видим парковку место красивая смотрите какие сосны здесь везде так и вот у нас значит вот вставляют машины судя по всему мы проедем подальше посмотрим а вот а ну вот здесь вот трасса видимо есть вот она так что где-то здесь надо остановиться и туда туда вот идти вот здесь крутнемся минус 25 потеплело чуть-чуть было минус 27 там а там платная стоянка туда ну мы на платную нора не поедем мы вот здесь вот машину с вами оставим прогуляемся пешочком все прибыли вот припарковал автомобиль и там вот стоит снежная дымка и рев моторов вот туда мы сейчас с вами и направимся посмотрите тест-драйвовские автомобили тут у нас стоят в арбус новый а тут вот друзья трасса посмотрите а такая вот снежная трасса автомобили уходят за нос посмотрите так надо подойти поближе по моему вот тут ракурс неплохой а а и а а а заезд закончился судя по всему последний участник финиширует в общем тут идет торговля можно поесть такие вот берега как назвать вообще не знаю а вот тут вот стартовая линия здесь вот старт и сейчас готовится очередной заезд насколько я вижу давайте попробуем туда пройти где флажок дали вот смотрите а 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 и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, товарищи соревнования всероссийские участвуют отечественные автомобили, как вы видите, в основном калины, девятки и так далее. В основном классика даже я видел. Причем любопытно. Русские моторы, это всегда интересно. Вон трассу немножко подготовили, трактор уезжает. Сейчас будет старт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, зеленый, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ох, какое облако снежное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они, получается, едут почти вслепую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Павел Владимирович Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два мы видели Как с огнемом финишировал Нет, к сожалению, Павла Андреева Архангельского горщика Но Михаил в Украине Продолжает доказывать Что в этом классе он уверенный лидер И пока идет на первой позиции А вот нет, нет У Миши что-то происходит Теряет он скорость И этим пользуется Спортсмен из виробинска По-моему, Владимир Лебедев Да, там 28-й Да, представитель команды Колибин Автоспорт У нас идет на первой позиции Могу ошибаться? Нет, наверное, все-таки Первым у нас идет Андрей Добрынин 29-й Сейчас поближе будет, то видно Но я вижу, как Судьи Маршала там поддерживают Своего спортсмена Значит, в любом случае Представитель Колибин Автоспорт Да, 29-й номер Андрей Добрынин На второй позиции Идет Роман Кулакин Город Новодвинск К сожалению Роман Кулакин Стартовый номер 55 Друзья, как только мы откатаем классику Три заезда Нас с вами ждет шоу Шоу Которое подготовили Для нас с вами Наши организаторы Напомню Главным организатором является Производственная компания Северный Дом Северный Дом Самые красивые Самые уютные И Этот все Красивые и уютные дома Выходят именно из под рук Ломанды Профессионалов Производственной компании Северный Дом Дядя Ваня Ты замерз? Заходи к нам Мы сейчас продолжаем сидеть за гонкой На последний круг должны уйти спортсмены Да, к сожалению, у Михаила Украинца не получился этот заезд Но красиво такая вот, друзья, туэльная гонка Приятно видеть Осторожно, осторожно, Роман Да, чуть не зацепил он бровку Я уже вижу, что идут какие-то приготовления для нашего краш-теста Значит, совсем скоро мы увидим что-то зрелищное Я думаю, что нужно обязательно там будет видео снять, фото сделать На последний круг уходят спортсмены из Велинга, Михаил Украинец По три круга, три заезда совершают спортсмены в Велинга Украина В первой классе Первый заезд прошел Прямиком сразу же сюда в стартовую решетку должны уйти спортсмены Да, дуэльная гонка разошлась так, что все-таки спортсмен из Новодвинска Роман Кулакин был лидером в этом заезде Он стал первым Ну что, сейчас оперативно проведут эвакуацию спортсмена по номерам 28 представителя Угощика Иси Велинска Владимира Лебедева Ну и мы сразу же дадим старт второму заезду в классе автомобилей с приводом на заднюю ось И третий История Движний Вы готовы? Да Я не слушаю, вы теперь, вы готовы? Да А давайте еще раз вы уже готовы Готовы Да Аааааааа Вчера в бою Вчера в бою Вот, ребята, что бывает, когда автомобили встал в улице. Сормально так. Ломило. Вот такой вот финал этого шоу. Награждение будет еще, но очень холодно, я, честно говоря, немножечко подзамерз. Так что вот. Побывал я на Ледовой Миле впервые. Но, знаете, достаточно зрелищно. Вот это вот. К тому же автомобили российские, помимо всего прочего, это еще добавляет пикантности, так скажем. Солнце уже садится. Едем дальше. Ну, а теперь после такого зрелищного мероприятия поедем к теще. Недалеко она тут живет. И как раз в банке можно попариться, переночевать и поужинать. Ну, естественно, повидаться. А как же? Как же без этого? Такие вот дела. Уже почти и шесть. Но еще светло. День прибывает, скорая зна. Приехал в деревню. Машина там стоит. Топлю баньку. Какая темнота. Ничего не видно. Сейчас вот заходим и свет включаем. Так. Время подкинуть дровишек. Так вот. Намерзся, конечно, сегодня безрядно. Но доволен. Так. Пусть топится. Но сама баня. Вот. Печка. Такая вот. Все. Запотевает. Ничего не видно уже. Так. Ладно. Суженок надо. Все. Баня натоплена. Сейчас схожу за веничком. За веничком. За веничком. Так. Холодно. Я вот в таком вот виде. Так. Во. Вот этот вот. Нам подойдет, пожалуй. Так. Ну все. И в баньку. Буду я, друзья, сейчас париться. Холодно. Мороз под 30. Наверное, сейчас вон там луна. Звезды. Все. Все. Нет на свете ничего. Лучше, хорошо протопленной русской баньки. Я сейчас лежу и балдею. Потом пойду пить чай и лягу спать. Что, размаливает баня очень хорошо. Сходил в снег, потом в жаркую парилку и супер. Мороз минус 30. Ночь деревня, а я ту за водой. Вот сюда. Вот он дал. Такие вот дела. Надо водички принести в дом. Так. ой, холодно-то как. Перчатки я не одел. Так. Ведро. Все. Пошел, короче. машина моя стоит, отдыхает. Под 40 мороз будет сегодня дешево. Ой, блин, вот. Все. Все, теперь спать. доброго всем утречка, друзья. Вот теперь я понимаю, что у вас, ой, блин, у вас. Вот теперь я понимаю, что Нила меня не подведет даже в 40 градусный мороз. О, смотрите. 38. 38 градусов. Только запустил. Видите, еще там не успела даже прогреться. О, видите, стрелка указателя температуры. Вот так вот. Короче, прогреваю. Блин, думал, не запустить будет. Минус 40. Хотел ночью вставать, а проспал. Машина на морозе простояла сколько? Наверное, часов 10. Вот так вот. Покрутило тяжело, конечно, особенно коробку пришлось долго. Ну, короче, запускал при выжатой педали сцепления. Вот. Коробку потихоньку, потихоньку приходилось подрубать, так скажем. плавненько очень сцепление отпускать. Вот так вот. Покрутило тяжело, но схватило сразу. Классно. Поехал немножко трансмиссию прогреть. Короче, немножко теплее стало. 36 градусов. Да, морозец, ребята, экстремальный прям таки. вот. Испытание какое на долю автомобиля выпало. Но 100 уверенность, 100 уверенность есть, что все отлично. Какие дела. И в машине тепло, кстати говоря. вот так вот у меня стоит печка. Еще запас большой, а в салоне хорошо. Покатаюсь немножко. Надо будет выдвигаться в обратный путь, короче. Дорога домой. до дома 73 километра осталось. На улице минус 24 потеплело. Но в машине тепло по-прежнему. На улице заготовлено. В общем, думаю, что на трассе еще заправлюсь. И все. И дома включусь уже. Ну вот, дорогие мои друзья, приехал я наконец-то домой. Уже тут катаюсь по делам вовсю. Заехал в магазин тут некоторой с неди себе купил. Вот. В общем, пробегу автомобиля добавилось 500 километров. И пробег на данный момент составляет 24 тысячи четыреста. Друзья, это уже 600 километров до конца обкатки. И это радует. Ну, что я вам скажу. Поездка прошла спокойно. Если вот брать автомобиль, да, то есть все абсолютно ну, отлично все, короче, что я тут могу еще сказать. Никаких неожиданностей неприятных не произошло. В машине тепло. Сверчков никаких не появилось. Стоят ГИБДДшники. Никаких сверчков не появилось. Все нормально. Холодный тест. Наконец-то супер холодный тест был пройден. Инструкция, короче, гласит, что автомобиль эксплуатируется при температурах от минус сорока до плюс сорока пяти. Ну, и мы с вами воочию убедились, что действительно заявления производителя соответствуют автомобилю. И обманули. Я уж думал, это самое все сегодня надо горелочку доставать будет, аккумулятор снимать. Но это такие были мысли, когда я увидел на термометре с утра минус сорок и шел к машине. Однако же запуск произошел уверенно и все как бы все подтвердилось. заявления производителя вполне подтвердились. Отлично. В общем, я доволен, друзья. Я доволен. Продолжаем следить за эксплуатацией автомобиля. Посмотрим, как будет дальше. Машина меня как радовала, так и продолжает радовать. очень приятно все. Приятно едет. Особенно подвеска нравится. Очень такая упругая и в то же время мягкая, большие хода. Прямо очень приятно. Вот так. Ну, все, наверное, на сегодня. Что еще могу сказать? Все отлично. Всем пока. До новых встреч на канале. Дальше будет интересно, как водится. до новых лет. До новых .